Ну, я бы мог бы начать с чего угодно, но начну с вопроса, который сегодня задают все друг другу. Какова вероятность возобновления боевых действий? Вы должны сказать войны. Какова вероятность войны? Все говорят война, но я говорю о том, что война не кончалась. Война идёт. Война не кончалась. Война идёт до тех пор, пока нет мирного договора, я это всегда говорю, поэтому говорю о возобновлении и эскалации боевых действий, военных действий. Но вообще, скажем так, между собой, когда люди говорят, да, спрашивают, война будет? Ну, вы знаете, я вот хотел бы начать именно с этого тезиса, о котором вы сказали. Да, на самом деле война не прекращалась. Сегодня мы наблюдаем серьёзное осложнение постконфликтного процесса в целом. Мы видим, что возобновляются и пропагандистские, и некоторые политические, скажем, выпады против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Надо называть всё своими именами. Мы видим, что в результате определённых провокаций спорадически возникают достаточно серьёзные военные инциденты. И поэтому мы должны всерьёз принимать то обстоятельство, что в зоне временной ответственности сил по поддержанию мира, я подчеркну, с очень ограниченным мандатом, до сих пор сконцентрированы определённые силы. Я их называю остатками оккупационного режима, который вот под прикрытием сил по поддержанию мира российских. Продолжает де-факто попытку аннексии территории Азербайджана. Из бюджета Республики Армения оплачиваются вооружённые силы, которые там находятся, которые могут на себя брать любое название. Но на самом деле это армянские вооружённые силы, которые в оперативном, кадровом вопросах обеспечения находятся в подчинении Министерства обороны Армении. Исходя из этого обстоятельства, понятно, что и все вариации этой администрации, они тоже финансируются из бюджета Республики Армения и решают, так сказать, задачу по политической маскировке продолжения этой оккупации. Мы видим, что продолжаются попытки инициировать международную какую-то волну, связанную с гуманитарным кризисом. Но сегодня вся эта волна, она выглядит несколько комично. Почему? Потому что у линии, где, кстати, эти машины с грузом гуманитарным от имени полумесяца, красного полумесяца Азербайджана, они пересекли линию постов сил по поддержанию мира и теперь блокируются вот этими вооружёнными солдатами, которые подчиняются Еревану, по сути. И поэтому весь так называемый гуманитарный кризис, он выглядит очень и очень комично. Многочисленные пропагандисты со всех, так сказать, пропагандистских утюгов вещают об этом гуманитарном кризисе, о том, что 200 грамм на человека вроде бы хлеба выдаётся, кощуственно звучат в сравнении с блокадным Ленинградом и так далее, но вместе с тем машины с мукой не пропускаются. Вот такая ситуация. И, конечно, долго терпеть у себя в тылу, в ближнем оперативном тылу наличие группировки сил Министерства обороны Армении, конечно, мы долго не будем. Количество тяжёлой техники зафиксировано, звучали цифры соответственно, количество боевиков также зафиксировано и об этом тоже говорится уже в открытую. То есть, цели, военные цели легитимные определены полностью, и всё зависит от поведения армянской стороны. Хочет ли она продолжать ситуацию в алгоритме продолжения войны, или она хочет перейти к тому алгоритму, который предложил Азербайджан, выдвинув известные пять принципов, которые должны были лечь в основу мирного договора. Это была инициатива Азербайджана, и мы видим, что сегодня она торпедируется, эта инициатива, практически на всех переговорных площадках, а их мы с вами насчитывали три. И видим, что этот процесс де-факто заторможен. Армянская сторона продолжает направлять свои политические ресурсы в том направлении, чтобы привлечь сюда как можно большее количество различных международных организаций, которые, по их мнению, позволят им заморозить ситуацию. Конечно, Азербайджан против этого. Попытка протащить этот вопрос в Организации Объединённых Наций уже сегодня ясно, что провалилась. Я предполагаю, что, используя ресурсы французские, возможно, попытаются какие-то антиазербайджанские действия организовать и осуществить на уровне Европейского Союза. Думаю, что такая попытка будет. Уверен, что Франции не удастся протащить эту тему. По крайней мере, точно не удастся протащить эту тему в исполнительных органах Европейского Союза. А законодательные, так называемые, органы, они могут принять какую-то резолюцию и на этом всё и ограничиться. Поэтому армянская сторона вот такой вот круг совершила по международным всяким площадкам и, по-моему, уже вызревает понимание того, что ничего не получится. Но я бы хотел бы, после того, как я осветил этот вопрос, я хотел бы всё-таки перейти к более глубокому анализу ситуации в регионе. И, может быть, поводом для этого является последнее интервью премьер-министра Пашиняна о роли России в обеспечении безопасности Армении на протяжении всего периода новейшей истории Армении. И он сказал, что нашей стратегической ошибкой было то, что 99,9% безопасности обеспечивалось Россией. И что это была наша стратегическая ошибка. Итак, Пашинян, наконец-то, возможно, последний, кто понял, что Россия, как говорится, стейп-баси-стейп, уходит из региона. Я вот полистал... Песков сказал, что нет. А? Песков сказал, что нет. Да, ну, это то, что сказал Песков, ну, это ожидаемо. Но процесс всё равно тот, о котором мы с вами говорили года два назад. Я полистал свой фейсбук и нашёл своё интервью в пятилетней давности. И я сказал о том, что исторические процессы ведут к тому, что Россия уйдёт из региона Южного Кавказа. Это было задолго до войны. 20-го года, задолго до Украинской войны. А теперь эти процессы идут в спорях. Ну, давайте порадуемся за премьер-министра Пашиняна, который, наверное, одним из последних, так сказать, увидел очевидное. Хотя Песков сказал, что нет. Ну, посмотрим, кому поверят избиратели Пашиняна. Пескову или Пашиняна. Так что вот такая вот ситуация. Теперь о глубинных процессах, о которых я хотел бы поговорить. В общем, всё, что происходит, по сути дела является достаточно простым и понятным процессом. Россия уходит из Южного Кавказа, но определённые механизмы своего влияния она, естественно, здесь оставит. Мы как-то говорили о том, что будет происходить на вашем же канале, о том, что будет происходить трансформация присутствия России в этом регионе. когда традиционный инструментарий присутствия России, такие как военная база в Армении, там ещё какие-то такие атрибуты прошлого, они будут уступать место другим, скажем, элементам, которые будут обеспечивать, скажем так, более цивилизационное присутствие России в этом регионе. Это экономические взаимные проекты, это коммуникационные проекты прежде всего. Не исключаю, что будут также применяться и гуманитарные какие-то проекты, которые будут использовать вот это наследие, постсоветское наследие более рационально, а не так бездарно, как использовала Россия всё это наследие, ну, хотя бы достаточно широкую распространённость русского языка и так далее и тому подобное. То есть, примерно, если говорить о том, как, возможно, будет действовать Россия в этом направлении, да, может, и в других направлениях, я думаю, что примерно так. И, наверное, эта трансформация, она, в общем-то, и сегодня воспринимается как уход вот такой имперской России, у которой кончается инструментарий для того, чтобы здесь присутствовать путём каких-то баз и так далее и тому подобное. И трансформация в более цивилизационную ситуацию. Ну, посмотрим, возможно, я оптимист, но, тем не менее, уход мне представляется таким. А вот за наследие российское, точнее, вот это освобождающиеся поля, которые сейчас уже доступны для других мировых игроков, они, в общем-то, за них идёт очень серьёзная конфронтация. И даже в так называемом западном лагере мы видим, что эта конфронтация очень и очень серьёзная. Сегодня мы можем говорить о том, что на Южном Кавказе целый ряд государств делают ставку на турецко-азербайджанский тандем плюс на рождающуюся новую геополитическую реальность, такую, как организация тюркских государств. Можно говорить о том, что эта ставка делается и Соединёнными Штатами, и Великобританией. Что касается Франции, ещё один претендент на то, чтобы каким-то образом застолбить своё место в этом важном геополитическом регионе. Франция выбирает в качестве своего партнёра, точнее, вынужденно выбирает в качестве партнёра Армению. Надо сказать о том, что Франция была достаточно активна и в грузинском политическом пространстве. Но сегодня мы видим, что после 2008 года и фактического предательства интересов Грузии со стороны Саркази, имидж Франции опустился очень низко, и у неё, скажем, возможность какой-то активности на грузинском политическом поле, она всё более и более минимизировалась. Ну, это тема, которую, наверное, вы знаете лучше, чем я, но тем не менее, как элемент, скажем, действий Франции, я считаю, необходимым подчеркнуть. Но сейчас мы видим, что Франция выбрала как бы основным своим партнёром Армению. И в этом направлении происходят различные, так сказать, вот эти все действия. Поэтому мы видим, что Россия тоже, кстати, участвует в этом процессе передачи некоторых, скажем, тех сфер, которые раньше были монополизированы Россией, а сейчас она вынуждена будет их отдавать. И поэтому в российском политической элите существует определённое раздвоение. Какая-то часть политической элиты под влиянием французов хочет, чтобы наследниками вот этого наследства российского стала Франция, а другая часть готова продолжить сотрудничество с Турцией. И поэтому мы сегодня видим, что Россия тоже делает разнонаправленные иногда какие-то действия. Я часто повторяю о том, что существует определённая реальность, возможная реальность того, что определённая часть российской элиты будет ориентирована на то, чтобы передать свои возможности Франции. По крайней мере, Франция пытается каким-то образом стать или лоббировать, скажем, так называемый миротворческий потенциал в регионе, российский, которому хотел бы придать такой шильдик или лейбл международной операции. Но этот процесс, как мы видели, не получил своего развития. Продолжающиеся контакты и очень высокие контакты между российским руководством и турецким говорят о том, что степень сотрудничества между Путиным и Эрдоганом продолжается. И Путин в данном случае выражает как бы своими контактами интересы той части политической элиты, которая и в экономическом, и политическом плане считает, что соседствовать в будущем на Южном Кавказе лучше с Турцией, чем с Францией. Вот примерно такие процессы и происходят. Армянская сторона, как мы знаем и понимаем, отдает предпочтение, так сказать, чтобы наследство российское досталось Франции. И, возможно, Франция планирует, чтобы это досталось каким-то странам Европейского Союза. Хотя и поэтому тоже нет единства мнений в самом Европейском Союзе. Но, так сказать, англосаксы, скажем, за Турцию. И это видно очевидно, потому что Соединенные Штаты и Великобритания хорошо понимают, что с точки зрения перспектив развития тюркского, так называемого, пояса, идущего до самых границ с Китаем, даже переходящим эти границы, если брать этническую составляющую, то Турция в данном случае более долгосрочный и более, скажем, эффективный партнер. А что касается Франции, то ее попытки здесь сыграть на таком поле, которое с юмором можно назвать полем франкофонии, вот, я думаю, что малоперспективно. Франция обеспечит свои позиции здесь в той или иной мере, но это все равно будет неким островком, так называемым Кавказским Непалом, и имеющим каких-то выходов к серьезным транспортным коммуникациям, что, в общем-то, обрекает весь этот проект на неудачу в будущем, предсказуемую, я бы сказал, неудачу в будущем. Итак, примерный расклад сегодня ясен, и отвечаю на ваш вопрос, а возможно ли обострение военных действий? Ну, самое интересное заключается в том, что, как мы видим, Франция очень серьезно провоцирует Армению на возобновление военных действий. Это очень интересно с точки зрения того, а что же, в общем-то, планирует Франция получить. Представляется, что Франция, в общем-то, предполагает, наверное, что из этой конфронтации Армения выйдет еще более ослабленной и с серьезными потерями, и они исключают территориальные потери. Ну, наверное, в этом случае, скажем, такая ослабленная Армения предполагается будет более надежным партнером для Франции и действительно будет выполнять такую роль так называемого Кавказского Непала, который находится где-то высоко в горах, куда ведут пару троп. Ну, наверное, примерно такое будущее армяно-французского сотрудничества представляется и в Париже вполне достаточным для того, чтобы сделать его долговременно. Вот несколько тезисов, которые я высказал. Ну, тезисов не несколько, тезисов много, поэтому по ним я записывал и записывал вопросы дополнительные, конечно. Ну, давайте начнем тогда. Вот первое. Смотрите, есть реферальная дата, вернее, такой промежуток 17, 18, 19 сентября. Что происходит в это время? В это время происходят выборы в Ереване и в это же время происходит Генассамблея Организации Объединенных Наций. Какой смысл в военных действиях до этого времени? Остается-то всего ничего на самом-то деле. Даже если учесть, что там, в Карабахе, есть вооруженное формирование армянское, все остальное, все остальное. Ну, 17, 18, 19 сентября. Логика. Логика. Сразу поправка. Во-первых, Генассамблея, она обладает возможностью принятия резолюции необязательных исполнений. Нет, я про другое говорю. Второй момент. Генассамблея продолжается несколько месяцев, для вашего сведения, а это только начало. Поэтому Генассамблею из этого списка исключайте. Я это вам говорю, как человек, который там был несколько раз, и поэтому знаю, что там происходит. Софик, тут я вынужден поспорить, потому что хорошо на Генассамблею приезжают лидеры стран и выступают 18, 19 сентября. Окей? Там 10 дней вообще-то такой активный срок. Да, ну именно вот 18, 19 говорят о том, что будут выступать лидеры стран. Может быть, но опять я говорю, это очень условная тема, скажем, в том плане, что там может что-то произойти. Да, я не исключаю каких-то контактов, но сама Генассамблея, как орган Организации Объединенных Наций, она ни о чем. Нет, сейчас эта вещь идет не о том, о чем это или ни о чем. Это речь идет о том, что на Генассамблее выступления этих лидеров задают достаточно серьезный фон для обежурунных отношений, поэтому все их слушают. Мы помним выступление, последнее выступление Михаила Саакашвили, кстати, его очень серьезно, до сих пор я иногда встречаю, иногда перепон стейдил от этого последнего выступления. Мы помним очень много вот таких рэперных выступлений различных лидеров на вот это такого рода Генассамблеях, поэтому я и упомянул про это. Ну и, конечно же, выборы в Ереване. Какой смысл идти на обострение, вернее, как, давайте так сформулируем, какой смысл идти на обострение до этого времени Армении, какой смысл идти на обострение до этого времени Азербайджан? Вопрос в том, что в данном случае Азербайджан отвечающая сторона на обострение, потому что давайте вспомним, что так называемый гуманитарный кризис, он инспирирован армянской стороной. Это был неопределенного рода вызов, в рамках которого или на фоне которого были повторены тезисы о территориальных претензиях к Азербайджану. Несколько в видоизмененной форме, но тем не менее. Во всяком случае все эти события как бы на международном уровне должны были поставить под сомнение суверенитет Азербайджана над этой территорией. Задача была в этом. Поэтому к обострению шаг сделала армянская сторона. И Азербайджан в данном случае на сегодняшний день как бы находится в положении защиты от этой прежде всего политика пропагандистской атаки. Это не обязательно, что Азербайджан в данном случае, отвечая на это, будет действовать именно в этих сферах. Может быть и применить и силовое воздействие, ну например, силовую доставку контейнера с мукой к хлебокомбинату в Ханкянде. Зачем? Как зачем? Они говорят, что 200 грамм хлеба всему дают. Но нам надо заботиться о людях, которые, как они говорят, голодают. и поэтому мы подгоним туда контейнеры с мукой, обеспечим охрану и если откажутся работать, так сказать, эти работники, военнослужащие выпекут хлеб и будут раздавать его тем, кто в этом нуждается. Потому что по сути дела ведь сейчас эти люди страдают не от действий Азербайджана, а страдают от такого, я бы сказал, политического терроризма, который применяется в отношении потенциальных граждан Азербайджана армянской национальности. Мы готовы будем выступить и обеспечить их безопасность, по крайней мере продовольственную безопасность. Для того, чтобы обеспечить безопасную работу этого хлебокомбината, мы обеспечим его военную безопасность. Вот и все. Понимаю. А после 17 сентября можно выступить и обеспечить безопасность? А зачем? А нам какая разница кого выберут Пашиняна или не Пашиняна? А вот это вопрос, который я хотел вам задать. Вам какая разница кого выберут Пашиняна или не Пашиняна? Если говорить об интересах Азербайджана, пускай выбирают второй раз Качелян какая разница? Они быстрее их приведут к коллапсу. Пашинян хитро маскирует свои анексионистские претензии и политику. А Качелян будет вынужден в открытую говорить о том, что они имеют территориальные претензии. Вот и все. Что нас и устроит. Почему нет? То есть Качелян больше. Качеляновская команда. Сам Качелян вредный. Качеляновская команда Дашнаки больше устраивает Азербайджан, нежели фигура Пашиняна. Ты правильно вас ответил? Я вам ответил, что с точки зрения целей политики Пашиняна он отверг постконфликтное урегулирование и по сути дела инициировал своим вот этим вот выпадом политико-пропагандистским опять формирование территориальных претензий к Азербайджану. Мы не сможем жить в составе Азербайджана. Мы то не сможем. Нас здесь подвергают геноциду и так далее. Пашинян 10 раз в день может говорить о том, что он к этому не имеет отношения. Но он имеет отношения. Он дает деньги на это все. Все эти театральные представления начинаются с центральной площади Еревана. Поэтому мы очень хорошо понимаем, что все это игра в то, что Пашинян как будто бы хочет мира. Нет. Нам без разницы, кто выдвигает территориальные претензии. Пашинян в такой, ну, скажем, я бы сказал, хитрой, как ему кажется, в форме или же в той открытой форме, какие выдвигают территориальные претензии дошнаки. Мы все равно будем отвечать на все формы, вызов нашей территориальной целостности и суверенитета. И второй момент. Большие игроки заинтересованы, как я уже говорил, в получении дееспособного, скажем, ну, такого геополитического центра, как, ну, целостность тюркских государств, экономическая, политическая, коммуникационная и так далее. Поэтому тут вопрос Зангизура, на мой взгляд, уже решен. Попытки Франции предотвратить это, они навряд ли, так сказать, увенчаются успехом. Я уверен в этом. Почему? Потому что слишком большие игроки хотят того, чтобы на карте появилась, скажем, некая новая геополитическая реальность, которая будет важнейшим игроком в будущих процессах, связанных как с большим, так сказать, Востоком, так и с Китаем. То есть большие игроки это Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, ну может еще то есть я правильно понимаю, почему Индия так среагировала на все эти процессы. Индия одна из первых начала даже, по-моему, раньше, чем Франция делать реверансы в пользу Армении. Это еще мы видели реверансы индийские еще в период определенных обсуждений и на Ген Ассамбреи, о которых мы говорили и так далее. Ее голосование против резолюции, предложенных в поддержку территориальной целостности Азербайджана на Ген Ассамбреи, она одна из семи государств проголосовала против этого, не воздержалась, а проголосовала против этого. Поэтому мы все это очень хорошо видим. Поэтому Индия здесь играет свою французами вместе или отдельно? Я еще раз хочу подчеркнуть, что Индия в открытии начала играть здесь раньше, чем француз. Понятно. Я правильно понял, что Соединенные Штаты, Китай, Великобритания и другие крупные игроки согласны на изменение границ Армении? Они согласны на уточнение границ Армении. Даже Пашинян говорит, подождите, даже Пашинян говорит, что у нас нет кадастрового документа. Мы с вами обсуждали это. Я понимаю, но это же изменение. Подождите, я докончу эту мысль, потому что она очень важна. Дело в том, что Армения в результате того, что в 91-м году концептуальная основа для принятия всех границ была Алма-Атинская декларация. В этой декларации Армения внесла проправку, где продекларировала, что она не признает границы, административные границы 91-го года, а признает их с присоединением Нагорно-Карабахской автономной области или там Нагорного Карабаха. Тем самым она ушла от этой концепции. Поэтому сейчас между Азербайджаном и Арменией нету границ. Потому что границы должны были быть определены в ходе мирного процесса. И поэтому сейчас границы проходят там, где де-факто стоят какие-то вооруженные силы. Ну например, кто-то признает границу по 90-й линии 91-го года. Сам Пашинян предлагает признавать ее по 75-му году. Мы предлагаем ее признавать я думаю по 20-му году. Когда так сказать оккупационные власти Советской России решением партийного органа Каубюро руководителем которого кстати была Арджиникица если я не ошибаюсь приняло решение о передаче Зангизура и Геича Магалы вот Армении почему должны базироваться на этом решении. Вы говорили про историко-юридический аспект проблемы. Я же говорю про юридический сейчас аспект. Здесь только юридический аспект. Тут исторический тоже историко-юридический потому что вы же сама Армения сам этот премьер-министр декларировал официально четыре вариации границ. Перечислить вам первое Арцах это Армения это значит Армения в границах плюс Нагорный Карабах плюс оккупированная территория. Далее он клялся на конституции республики Армения которая отсылает акту независимости который декларировал присоединение Нагорного Карабаха к Армению он пытался отстаивать линию 91-го года и говорит что мы признаем ее хотя де-факто как я уже говорил позиция была другая он предложил линию 75-го года четыре вариации границы он предложил почему мы должны выбирать какую-то границу которая нарисована в умах кого в том числе и Гелы Вассадз например в том числе и Гелы Вассадз Гелы Вассадз нарисована карта 91-го года и он от нее не отходит ни на сантиметр карта 91-го года имеет отношение к грузинской границе Армения признала ее к украинской а в нашем случае она не признала эту границу я понимаю я другое спросил тофи давайте докончим эту дискуссию до конца чтобы было ясно я не дискутирую потому что вы не первый раз мне говорите что нарушение границ каких границ границы должны быть определены разве я сказал нарушение я сказал изменение 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 могут быть двумя путями переговорами от которых Армения ушла либо силой вот и все я повторю вопрос то есть то что вы сказали Соединенные Штаты почему что мы поспорили это даже делать интереснее мы не поспорили и в данном случае я вообще не спорил просто это был ответ не на тот вопрос я задал вопрос Соединенные Штаты Китай Великобритания и еще ряд крупных игроков не важно кроме Индии и Франции признают изменение границы Армении сегодня я правильно понял посыл и за это они как и об этом так сказать как это диктуется международной практикой признают результаты того соглашения которое будет достигнуто между Арменией и Азербайджаном по границе и все нет немного не так потому что вы же сказали что они за это выступают я поэтому и уточнил за вот такой вариант за какой вариант за то чтобы за то чтобы когда юрисдикция Азербайджана распространяется на Зангизурской передовой я думаю что они будут вынуждены это признать если Армения это признает вынуждены или они выступают за этот вариант во всяком случае они хотят коммуникационной связи устойчивой коммуникационной связи в Зангизурском жиротом это же разные вещи хотят устойчиво и выступают за это это важные вопросы потому что если мы говорим про Францию действительно миссии миссии юридористского союза не будет но что мешает Франции просто-напросто вести свои войска в Армению ведь в Армению она может вести свои войска в любой момент она может вести войска в любой момент но она не может вести туда войска если азербайджанский солдат будет считать что его граница проходит вот там вот и все вот это кстати вопрос который может разделить и самое главное какой будет Армения на французский солдат согласно решению сената о том что на гордый Карабах независим может потребоваться и захотеть подождите не можем французский сенат принял решение о признании независимости Нагорного Карабаха Арцаха так называемый и что теперь если франция захотит туда прислать войска на эти границы что мы будем смотреть на нее франция признала Нагорный Карабаха независимое государство сенат принял решение франция признала сама франция признала Я не знаю Ну как не знаете мы же это знаем что никто не признал в том числе и Франция не признала Правильно Когда речь идет о границах между Арменией и Азербайджаном у Франции может быть свое видение этих границ у Азербайджана может быть свое видение этих границ а официально они должны признать только одно когда мы с Арменией договоримся будет этот результатом войны или мирных переговоров это другой вопрос но границы между нами нет Армения сама отменила свои границы не бывает такого Между вами границ нет не поэтому между вами границ нет потому что между вами линия фронта везде где вы соприкасаетесь это линия фронта вот по этому вот и все как вы думаете Азербайджан будет продолжать свою политику в направлении того чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целость абсолютно в этом уверен значит более того я об этом говорю 24 часа в сутки что Азербайджан не может отказаться значит последний пропагандистский выпад политика пропагандистский выпад в отношении так называемой гуманитарной катастрофы и инспирирование различными прокси Армении каких-то митингов и так далее это говорит только об одном что Армения продолжает свою анексионистскую полицию а раз это так то мы можем отмечать так как считаем нужным это уже другой вопрос это уже третий вопрос вот мы сейчас сразу три вопроса затронули это уже третий вопрос первый вопрос был по поводу того хотят ли Соединенные Штаты и другие крупные игроки изменение границ Армении непосредственно Армении второй вопрос был по поводу того что сейчас там есть граница это линия фронта или нет ну и третий вопрос что Азербайджан конечно же не остановится пока не восстановит территориальную ссоциализацию на всей территории Азербайджана. И вопросы, и ответы. Ну, если говорить о том, что хотят в Соединенных Штатах, то, наверное, они хотят, чтобы этот конфликт был прекращен. Хотят не вредно. Ну, а где он будет? На каких границах он будет прекращен? Вот тут, я думаю, что для них вариантов много. Хотят не вредно. Армения заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Грецией. С Индией она существует, с Францией тоже. Означает ли это новая линия противостояния на Южном Кавказе? То есть, то, что вообще линия фронта может быть где угодно, но война может продолжаться. Ну, как они обеспечат это военно-техническое сотрудничество? Только через Иран? А Иран находится в прямой зависимости от Китая и России. По многим вопросам, включая военно-технические. Ну, во-первых, по поводу Ирана, я бы не стал бы... Кто еще в зависимости от друг друга находится? Иран от России или Россия сейчас от Ирана? Китай в достаточной мере, так сказать, это ответ на ваш вопрос. А кроме Китая у Ирана примерно такие же, хотя поменьше, но примерно такие же отношения с Индией. В этом плане мулы, они на 99,9%. Кстати, мало кто обратил внимание на то, что сказал Пашинян. А ведь Пашинян сказал следующую вещь. Когда говорят, вот он сказал про зависимость. Зависимость одной... Прямо это он специально выписал. Зависимость от одной страны в сфере безопасности на 99,9%. То есть, на 50% вполне допускают на Россию зависимость. Или там на 80%. Вот на 99,9% не допускают. Хотя сейчас... Кстати, что происходит между Арменией и Россией? Я не думаю, что Пашинян определяет тот вопрос, от кого ему находиться в зависимости. А кто? А кто тогда определяет? А кто заказывает музыку? В данном случае... В данном случае... Пашинян. Пашинян руководитель маленькой страны, которая находится в центре всех тех стран, которых они выбрали в качестве противника. Так речь именно об этой стране. Если бы он говорил про Азербайджан или про Грузию, я бы сказал, что там важна... Знаете... Но в этом случае не об Армении. Можно считать, что они определяют, скажем, сценарий при большой фантазии. Но на самом деле определяют это все обстоятельства. А вот обстоятельства... Обстоятельствами Пашинян не управляет. Это уже философ. Он может подсказывать пожелания общего порядка. Хочу сейчас дружить не с Россией, а, например, с Индией. На 50%. Это его пожелания. То есть как тост. Если говорить о застолье. Но совпадут ли его пожелания с его возможностями, а также с возможностями тех игроков, которые контролируют ситуацию? Вот это большой вопрос. Как в фильме. Помните, да? Говорят, имею желание... Как это в тосте он говорил? Помните? Имею желание купить дом, но не имею возможности. Но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Не имею желания. Вот примерно так. Так, речь идет не о желаниях, речь идет о действиях определенных. Я про действия и спросил. И еще один такой немаловажный, скажем так, вопрос. Мы сейчас топтались-топтались на этом. Уже, честно говоря, по-моему, передоптались про роль Китая. Потому что Михаил Джабаров ездил в Китай на этой неделе. Я считаю, что средства массовой информации необоснованно мало уделили этому визиту внимания. И в частности его заявление о том, что необходимо, как он сказал, конвертировать экономические отношения в политические. Может быть, я под впечатлением конференции, с которой я пришел, может быть, не знаю. Я тоже с вами согласен, что мы живем в мире, в котором идет подготовка главной ситуации, которая будет определять повестку дня в ближайшие годы. Это в определенной степени конфронтация между двумя цивилизациями, так называемой западной и китайской. Вы загнули круче Хантингтона в данном случае, у Хантингтона было больше. Ну, понимаете, почему Китай может быть таким и обладать возможностями вызова? Потому что Китай – это не только технологии, это и цивилизационный путь, имеющий очень глубокую государственную традицию. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что кризис определенной либеральной модели или кризис державной модели русской, или определенные кризисы, которые наблюдаются в Иране, связанные с тем, какова роль религии в государственном управлении, устройстве и так далее. Это все определенные идеологемы. И Китай обладает соответствующей идеологией. Да, сегодня, так сказать, съезды партии определяют те или иные решения. Но мы не должны забывать, что Китай – это не государственная традиция, которая насчитывает тысячелетия. Либеральный Запад, его демократическая идеологема, она сегодня подвергается определенной ревизии и так далее. То есть мы находимся в этом алгоритме. Поэтому сегодня Китай является тем главным фактором, который определяет многие ситуации, включая и ситуацию по результатам войны между Украиной и Россией, точнее агрессией России против Украины. Я уверен, что в какой-то степени эта ситуация или будущее вариаций взаимодействия тюркского фактора с Китаем, они, естественно, должны быть в определенной мере как бы в центре внимания. Поэтому тут в данном случае французская попытка влезть в эту кухню, на мой взгляд, менее всего состояльна. Да бог с ними, с французами. Тут у нас дела покруче, то, что вы сейчас сказали. Слушайте, а учитывая... Это не нарочно, просто так получилось. Да, я знаю. Спасибо, я всегда говорю, спасибо азербайджанским СМИ за новости из Африки. А, вот так, да? Да, благодаря азербайджанским СМИ я знаю, что происходит в Африке. То есть, ну это объективная реальность. И начал больше интересоваться Африкой в последнее время. А то как-то Африка оставалась вне моего поля. Это вы нам намекаете на нашу дискуссию по поводу Ниггера и коллеги в отставах урановой руды для обогащения. Я же подписан на массу телеграм-каналов. И в какой бы африканской стране, в какой бы шокер не происходил, я узнаю об этом первым. Благодаря азербайджанским СМИ. Кстати, вам тоже советую, если что. Серьезно? Да, очень, очень. Я как-то их игнорирую, вы знаете, может это мой недостаток. Это недостаток. Ну у меня тенденции борются, да. Вы понимаете, я хотел бы брать чистые факты, а не в вариациях уже представленных какими-то комментаторами. Чтобы иметь возможность как-то делать собственный выбор. Там чистые факты. В Центральной Африканской Республике кого-то съели, он был за француза. А, вот так, да? Факт. А, это интересно. Это не какая-нибудь теоретизирование. А мы перейдем к теоретизированию, исходя из того, что, в общем-то, Китай это конфуцианство. Мне повезло. Я же очень эксцентрично отдыхаю. Ну вот смотрю дорамы южнокорейские и слушаю книжки. Вот сейчас как раз я слушаю про конфуцианство. Там главный тезис порядок поднебесный. Причем поднебесное это мир. И порядок это гармонизация отношений между людьми и странами. Но так как речь шла о поднебесной, как о мире, мир это китайское царство. Они очень забудут эту систему. Китайцы. А то, что они везде, это факт. То, что их не любят многие. Ну что, американцев тоже не любят. Нас, кстати, и в Грузии, и в Азербайджане, не любят гораздо меньше, чем китайцев или американцев. Мы можем этим утешиться. Любовь условное понятие. Я вообще считаю, что никогда не надо допускать это понятие в политику. Потому что мы иногда экстраполируем человеческие отношения на взаимоотношения стран. А там все намного проще. Именно так. И вот тут я на мягких лапах подхожу к главному вопросу, который я хотел вам задать. И постараюсь его четко сформулировать. Может ли Китай постараться, попытаться, и есть ли в планах Китая взять под патронаж тот самый тюркский проект, о котором вы говорите? Я думаю, что такие попытки... Я бы сказал бы, не патронаж. В данном случае это будет некое продолжение попыток Китая наладить свои взаимоотношения с тюркским элементом цивилизационным. Который, как мы с вами говорили, имел очень большое влияние в том числе и на саму историю Китая. Различные династии, Великая Китайская стена против кого строилась и так далее. Мы об этом говорили, да. Вот сегодня мне интересно стало, что министр обороны России и министр обороны Украины, они оба тюркского происхождения, по сути. Ну, в России он тувинец, тувинцы они не тюрки. Ну, в какой-то степени это все-таки... Ну, монголы, монголы не тюрки. Ну, тут их черт разделит, так сказать. Хотя, подождите, я уточню, тувинцы тюрки или нет. Давайте проверить. Вот, ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что тут-то речь идет не о конфронтации, на мой взгляд. А, нет, тувинцы тюрки. Буряты не тюрки, а тувинцы тюрки. Правильно. Черт, я попал. Нет, я попал, я неправильно. Я попал в цель. А вы попали, да. Да. Итак, исходя. Ну, вот видите, поэтому китайцы, как поклонники Конфуция, они, в общем-то, ну, люди разумны. И они постараются с этим геополитическим фактором наладить не конфронтационные связи, контакты, а наоборот партнерские. Да и про Индию мы тоже можем сказать. Ведь в Индии, в Индии тоже были один период эти великие моголы, моголы. Там тоже присутствовал тюркский элемент. Потому что в Иране тогда у власти находились тюркские династии по большей части. Так что Тадж-Махал тоже, скажите, честь построен был в определенной степени этой принцессы, которая носила очень мусульманское имя. Нет, они были мусульманами. И Тадж-Махал мусульманская гробница. Дело не в этом. Мы про Китай все-таки. Давайте к Китаю вернемся. Сейчас уйдем в Индию. Это будет... В общем, моя попытка увезти в сторону Индии не получилась. Просто я видел эту страну... Ну, в общем, большая страна. Большая, очень большая. Очень. Да, но дело не в этом. Значит, смотрите. Ну, мы же с вами понимаем... Кстати, если говорить о китайской философии, я все-таки предпочитаю Лао Цзы с его дарасизмом, нежели конкурсия. И не потому, что он казнил танцоров. Чисто политическая, кстати, была разводка. Вот тут я плаваю, поэтому я буду вас... Ну, тут я это забываю. Была такая... То есть, в Конкурсе же противник насилия. И когда говорят, что если правитель кого-то убивает, то, значит, он что-то уже сделал неправильно. Но когда он сам был советником правителя, то они сделали разводку с одним из царств. Что танцоры станцевали и спели песню, которая оскорбила их правителя. И получилось так, что не просто этих танцоров казнили, но еще и тот правитель, чьи танцоры были, отдал земли, репарации и много чего другого. Чтобы... Ну, не хотела бы войны. Но это так. Случай жизни Конфуция. А вот что касается Лао Цзы, конечно, с его дао меня больше привлекает. Дело не в этом. Дело в том, вы же понимаете, что две страны в мире, даже не европейцы, европейцы нет. Но две страны в мире просто не могут не быть в отношениях с любыми странами недоминантными. Это сегодня США и Китай. Остальные страны могут быть недоминантными. Остальные страны могут недоминантными. Остальные страны могут гармонизировать. Гармонизация с Китаем и США обязательно ведет к доминации. Или одной силой, или другой. Может, я не прав? Я думаю, нет. Знаете почему? Потому что потенциал, в том числе и военные этих игроков в будущем, будет предполагать то, что они гарантированно могут уничтожить друг друга. И сложится ситуация, как между Советским Союзом и США. Они будут разными, но на войну не пойдут. А со своими прокси они все время будут конфликтовать между собой. Поэтому в данном случае, я думаю, что вот эта конфронтация будет носить такую вариацию, как, например, то, что доходить до крайности не надо, а конфронтировать можно. И поэтому идет такая работа или такой процесс, когда формируются фаны каждой из команд. И поэтому мы видим, что сейчас мы находимся в начале формирования некой новой геополитической реалии, которая имеет очень важное значение для Китая прежде всего. Потому что если мы взглянем в историю, то взаимодействие между, конкуренция между тюрками и китайцами, она всегда имела место. Поэтому я думаю, что для Китая мы сейчас представляем очень большое интересное. Мы говорим, что формирование союза тюркских государств – это процесс, который сейчас на подъеме, обещает много всего. И не будем забывать одну вещь. Ведь мы говорим не только о государстве. Ведь вокруг этих тюркских государств присутствует большое количество соседей, у которых демографический тюркский элемент тоже присутствует. В той же России, вот мы сейчас с вами выяснили, тюркский элемент присутствует, не говоря уже о Поволжье и так далее. В том же Иране, даже возьмем Таджикистан и Афганистан, и там тюркский элемент присутствует. В Грузии тоже имеются граждане тюркского происхождения грузинских и так далее. Поэтому тут на самом деле это не угроза. Это не угроза? Ничего. Не угроза. Это наоборот элемент того, как взаимодействовать. Конечно, будут желающие столкнуться. Это несомненно. Но я думаю, что мы должны исходить из того, чтобы эти реалии не приводили к конфронтации. Вот, собственно, мой взгляд на вещи. Он достаточно практичный. Естественно говоря, я возвращаюсь к тому, с чего вы начали. Больше всего я опасаюсь того, чтобы через наш регион не пробегли новые линии противостояния. Противостояние между, может быть, Китаем и Индией. Может быть, Китаем и США. Может, Китаем... Нет, Европа с Китаем. Да, США с Китаем. Вы говорите, что они будут коммунировать. Да нет, они будут торговать прекрасно. У них взаимный товарооборот. Китайцы без американских технологий все равно ничего не могут. Поэтому сейчас никакой конфронтации реальной между ними непосредственно речи не идет. Но при всем при этом, при всем при этом, линии противостояния. И, скорее всего, я думаю, что не столько США и Китай, сколько Китай с Индией будут. Вот Индию попытаются поднять до того уровня, чтобы она вошла в конфронтацию с Китаем. Вот тут, конечно же, угроза того, что... Ну, тут вот как раз я, извините вас, прерву. И потому что считаю это очень важным. Поэтому не надо превращать Армению в линию противостояния. Ведь Армения привлекает все те элементы, которые ведут конфронтацию, по сути дела. Продолжая аннексионистскую политику против Азербайджана в Карабахе, они провоцируют нас на ответные действия в Зангизуе и так далее. И потом, чтобы, как они говорят, защититься от нас, они вот привлекают этих игроков. Поэтому сериализация Армении – это действительно проблема. Армению невозможно сериализировать. Армения гомогенно. Сериализировать можно, к сожалению, Южный Кавказ, а не Армению. Вот Армению можно сериализировать, если в ней будут присутствовать рядом военные базы – иранские, французские, русские. Вот вам и Сирия. Это неважно, они друг с другом же не будут воевать. А сериализация, возможно, ведет. Гомогенное пространство. Лучше всего воюют как раз-таки те, которые очень близки этнически. Украина и Россия. Посмотрите, нет проблем. Причем тут Украина и Россия? Если бы в Сирии жили бы только алавиты, не было бы там никакой сириализации. Но кроме алавитов там есть еще суниты, кроме сунитов там есть еще курды, а кроме курдов там есть еще, я не говорю уже о группировке. Не соглашусь с вами. А в гражданскую войну воевали одни красные, другие белые. Но это не Сирия. Это не Сирия. Какая разница? То есть этническая принадлежность, она не является определенной. Вы себе представляете, на таком маленьком участке в Армении, мы за иранцев, мы за русских, мы за индейцев, мы будем воевать. Нет. Демократы против недемократов будут воевать. Тоже нормально организовать. Можно разделить общество не только по этническому признаку, по политическому, там я не знаю, из любви. А вот красная и белая розы. А почему они воевали? Из любви к розам, что ли? Термин «сириализация Армении», а не «сириализация региона», ну, для меня он несколько диковат, извините. А вот регионная «сириализация», когда эта часть за этих, а эта часть за этих, это... Чела. У вас в Тбилиси, помните, были времена, когда грузины воевали с грузинами? Ну, гражданская война была, правильно. Совершенно верно. Но там же не было этнической различия. Поэтому этническое различие, оно неопределяющее. Причем тут «сириализация»? Это гражданская война, это разные вещи. А в Сирии тоже процессы начинались между демократами и режимом Асада. А потом уже разделились по этническому признаку. В Сирии алавиты расстреляли суньицкую демонстрацию. Просто расстреляли. А форумы демократических сил Сирии, которые проводились, они с чем были связаны? Какие форумы? Каких демократических сил? СДС? Вот в Европе проходили, да? Это бандитский интернационал. Какие они демократы? Что вы? Какая разница? Неважно, кто они есть, по сути. Как их назвали? Это бандитский интернационал, который сотрудничает с IPG. Дело. Ну, почему тогда их в Европе принимали, если это интернационалы? Ну, как же? Почему в Европе принимали? А СДС почему принимали в Европе? Ну, что вы? Вопрос такой. Историю творят бандиты. А кто творит? Я вам линки пошлю, где демократические, так называемые, лидеры, демократические в течении выступали против режима Асада с требованием провести выборы и так далее. То есть все началось так. А, ну это, нет, вы даже не про СДС, значит, вы, значит, про эту сирийскую эмиграцию, которая, не буду говорить. Драку, если захотят организовать, организуем. Да, за ними будут стоять различные силы, это понятно. Я думаю, что вот гражданская война в Армении не самая большая проблема, которая сейчас стоит перед регионом. Гораздо большая. Ладно, пускай они сами определяются, какая их самая большая проблема, но я знаю одно. Если они будут продолжать территориальные претензии к Азербайджану, то у них будет проблема от Азербайджана в прочном. Это уже другой вопрос. Это тот вопрос, с которым мы начали беседу. Да, я как раз таки, нет, я просто про термин цивилизации, мы просто постоянно с Копчаком говорим, что цивилизация, к сожалению, это термин, который распространяется на весь регион. И этого бы очень сильно хотелось избежать. Кстати, не факт, что линии противостояния обязательно приведут к цивилизации, далеко нет. Должны очень плохие вещи со всеми с нами, должны произойти, чтобы была цивилизация. Поэтому упаси, Господи, от этого. Сам не хочу. Огромное спасибо, Тофик, за очень интересную беседу. Перебрали бы со временем, ничего страшного, пропишу тайм-коды. Была у меня мысля такая провокационная, провокативная, а может быть я успею и сегодня заброшу. Не успею, уже явно не успею. А давайте без тайм-кодов сначала киньте, а потом добавить тайм-код. Нет, ну нужно же еще и оформить. Причем я-то оформляю быстро, но он требует времени для рендера. Это очень длинный процесс. На самом-то деле, если бы я просто записывал в лайве, мне было бы гораздо проще. Но было бы гораздо сложнее моим гостям. Поэтому я все-таки... Нет у меня гостей, соведущих. Поэтому... Вы тоже считаете, что может быть до завтра что-то еще произойдет? Конечно, считаю. Конечно, считаю. Но я надеюсь, что до завтра ничего не произойдет. И все будет хорошо, учитывая, что у меня сейчас упал еще... Да, у меня упала новость, на которой я закончу. Грузинский авиаперевозчик Джорджер Винкс открывает международные рейсы по маршруту. Тбилиси, Баку, Тбилиси. Самолет авиакомпании успешно совершил свой первый рейс в международный аэропорт Гейдара-Алиева. Это, к сведению, многих наших зрителей и вашему тоже. Так что, welcome. Поднимайте тост. На диете не пью вообще. В принципе. Огромное спасибо, Тос, за очень интересную беседу. Огромное спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.